Иван Матвеич, печально распустив губы, с покорной тоской смотрел, как докторский молоточек, упруго отскакивая, пощёлкивает его по толстым бокам. — М-да, — сказал доктор и отошёл от Ивана Матвеича. — Пить нельзя, вот что. Много пьёте? — Одну рюмку перед завтраком и две перед обедом. — Коньяк! — печально и искренно отвечал пациент. — М-да, всё это придётся бросить. Вон у вас печень-то где. Разве так можно? Иван Матвеич посмотрел, куда указывал доктор, увидел свой толстый бок, раскрытый и беззащитный, и молча вздохнул. — Это, конечно, пустяки, — продолжал доктор. Раз у вас есть сила воли, вам, конечно, ничего не будет стоить бросить эту привычку. — Да, что касается силы воли, так этого добра у меня не занимать стать. — Вот и отлично. Пропишу вам порошочки, попринимайте их недельки-две, а там зайдите показаться. — Спасибо, спасибо. Напрасно беспокоитесь. Иван Матвеич шёл по улице и думал, печень не на месте. — Не на своём, значит, месте. Дело дрянь. Но раз есть сила воли, то всё перебороть можно, и печень, и не печень. А бутылку как раз сегодня допил. Вот, значит, сам перст судьбы указует. На углу у самого дома Иван Матвеич загляделся в окно фруктовой лавки. — Что у них здесь? — Ликёры. — Ну, кому, спрашивается, нужны натощак ликёры? — Выставили, дурачьё. — А это что? — Коньяк. — Меня всё равно не соблазнишь. У кого есть сила воли, тот, братец ты мой, ничего не боится. Я даже больше сделаю. Зайду, куплю бутылку и домой её отнесу. Да-с, вот как-с. Потому что раз у человека есть сила воли... Придя домой, он сейчас же запер коньяк в буфет и сел обедать. Налил супу и задумался. В буфет поставил. — Нет, я больше сделаю. Я на стол поставлю, вот что я сделаю. Поставлю, да ещё и откупорю. Потому что раз у человека есть сила воли, братец ты мой, то ты ему хоть на нос коньяку налей, а он и не шелохнётся. Откупорил бутылку, посидел, поглядел, подумал. Поболтал ложкой в тарелке и вдруг решил. Нет, я больше сделаю. Я вот возьму, да и налью в рюмку. Мало того, я даже выпью одну рюмку, вот что я сделаю. Почему бы мне не выпить? Раз у человека есть сила воли, и он во всякий момент может остановиться, то ему даже приятно сделать над собой маленький опыт. Он выпил рюмку, выпучил глаза, с удивлением оглянулся кругом, проглотил ложки две супу и сказал решительно. Нет, я больше сделаю. Я вторую рюмку выпью. Выпил вторую, усмехнулся, подмигнул. Нет, я даже больше сделаю. Я сделаю то, чего никогда не делал. Я третью рюмку выпью. И странно было бы не выпить. Во-первых, приятно, это раз. Во-вторых, если у меня есть сила воли, и я всегда могу остановиться вовремя, то чего же мне бояться? Почему, например, я не могу выпить четвертую рюмку? Я больше сделаю, я две подряд выпью. Вот что я сделаю. А потом еще велю коньяку принести. Вот. Потому что раз у человека есть сила воли. Вечером завернувший на огонек приятель был несказанно удивлен представшей перед ним картиной. Иван Матвеич сидел в столовой на полу и, смотря в упор на ножку стола, грозил ей пальцем и говорил с чувством толково и вразумительно. Может быть, ты, братец мой, не можешь, а я могу. Я напился. Я это сознаю. Мало того, я сделаю даже еще больше. Я теперь буду каждый день напиваться. А почему? А потому, что когда у человека есть в наличности сила воли, сила воли, то он может пить, и ему ничего не страшно. А у меня, братец ты мой, сила воли есть. А раз у меня есть сила воли, следовательно... Спасибо. Спасибо. Спасибо.